Здравствуйте, дорогие мои зрители! После моих первых роликов о нашей поездке в Казахстан вы прислали мне очень много хороших комментариев. Многие из них были о тесной дружбе, о любви между казахами и немцами. Эта дискуссия пробудила во мне идею снять ролики об истории этой дружбы. У немцев Казахстана, как и у казахов, очень трудная судьба. Общие трудности сплотили и породнили эти два народа. Мои ролики не имеют цели описать официальную историю. Это просто мое видение того, в чем жила и живет наша семья. Желаю вам приятного просмотра. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам хорошего, всего вам самого доброго. Ваша Наташа. Начало горя было заложено в 1925 году, когда первым секретарем Каскрайкома был назначен известный деятель большевиков Филипп Голощокин. Помимо близких отношений со Сталиным, у Голощокина тогда уже было много достижений. Одно из них – это организация и жестокий расстрел царской семьи. Первое, что сделал Голощокин в Казахстане – это конфискация более 150 тысяч голов скота у казахов в 1928 году. При этом страдания казахов оставляли его абсолютно равнодушным. Вот как отзывался о нем один из соратников бурцев. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре – палач, жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. Казахов он вообще за людей не считал. После 1928 года конфискация скота у народа, более 70% которого вели кочевный образ жизни, приняла грандиозные масштабы. Забранных животных забивали на месте, так как большевики не знали, как прокормить такое большое количество голов. В мирном народе к началу 1931 года начался лютый, страшный, масштабный голод. Вспоминает Халим Ахмедов из Шуксова района, переживший голод. Некоторые ели коровью или лошадиную кожу, но это были главным образом дети, и совсем умирающие, такой пищи было мало, и на всех не хватало. От безисходности отчаявшиеся люди стали покидать степи и бежать из Казахстана. По оценкам исследователей, за пределы Казахстана откочевало более миллиона человек. Люди убегали в Россию, Китай, Монголию, Иран, Афганистан. Большинство из них и их потомков уже никогда не вернутся на свою родину. Голод 1930 года является одной из самых больших драм 20-го столетия. По оценкам профессора Абжанова, директора Института истории и этнологии имени Валиханова, голод унес жизни не менее трех миллионов казахов. Менее чем через десять лет к людям, перенесшим эту неописуемую трагедию, сошлют немцев. И казахи, сами перенесшие муки голода, потери родных и близких, будут спасать их, несмотря на лишения и опасности. Продолжение следует...